В эфире Якутия 24. Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Послание на ближайшие 6 лет Владимир Путин озвучил федеральному собранию вектор развития государства. Налоговые льготы от территории опережающего развития уже пополняют бюджет Нюрингринского района. Долг за электричество – миллион рублей. Энергетики и судебные приставы вынуждены прибегать к крайней мере. Выезд на материк теперь необязателен. В Мирненской ЦРБ осваивают новые технологии. Стройки к играм народов Якутии АМГа готовятся к главному спортивному событию года. Президент России выступил сегодня с традиционным посланием к федеральному собранию. Владимир Путин заявил, что Россия готова к технологическому прорыву. Цитата. «Изменения в мире носят цивилизационный характер и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву», – сказал Путин. Он отметил, что эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь. При этом президент сказал, что нынешняя устойчивость социально-экономического положения в России не должна перерасти в саму спокойность. Стране необходимо развиваться. Президент отметил, что в стране обеспечена устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни. А это критически важно для нашей огромной многонациональной страны со сложным федеративным устройством и многообразием культур. В течение наших выпусков мы будем еще возвращаться неоднократно к посланию главы государства с мнением разных экспертов. В России продолжаются досрочные голосования. В Кобяйске район коленеводом вылетел вертолет с членами избирательной комиссии. На месте работает наш корреспондент Юлия Михайлова. Первыми в Кобяйском районе проголосуют коленеводы кочевой родовой общины «Нергет». Члены участковой избирательной комиссии подготовят все необходимое, чтобы голосование состоялось. 18 марта оленеводы будут находиться здесь, в сотнях километрах от избирательного участка в селе Себян. Поэтому голосование проходит досрочно. Вы ожидаете, каким должен быть президент? Хороший, добрый. Чтобы деньги надо платить, а то нам не хватает денег. И все, что надо рассказать. Сколько у вас членов кочевой родовой общины? Трое нас. Трое оленеводы. И один чум. И вы пасете сколько оленей? 600 голов. А где они находятся, оленей? Вверху. То есть это сколько километров примерно отсюда? Да, два километра. Два километра. Вы каждый день туда ходите, проверяете? Ну, каждый день. Волки? Беремии вообще нет. Трое, один на Себян. Вот, пустая. Волку много. Спасхали, где мы ночеваем там, под ночь. По списку у нас 494 избирателя. Сегодня первый день голосования. И мы сделали облет по трем точкам. Это община Ильджеткей. Шестое стадо и второе стадо. Проголосовало больше 10 человек. Также на нашей территории, на нашем мастер-лиге, работает акционерная компания. Прогноз. Дочернее предприятие канадской компании Silver Bear, серебряный медведь, которая добивает серебро. Там, по нашим данным, очень много избирателей. Где-то 125 человек. Включая наших местных парней, которые там работают. А они проголосовали уже? Нет еще. Вот сегодня первый день голосования. Завтра выезжают наши члены комиссии на снеговходах и на машинных складах. Два машинка. Садо номер 8 и садо номер 3. После голосования бюллетени будут опущены в урну, которая будет запечатана специальной печатью. Ну а вскроют урну после 20 часов 18 марта в территориальной избирательной комиссии в поселке Сангар Кобяйского района. Подготовка к выборам президента страны проходит и в Мирненском районе. В ТИК и МФЦ продолжается прием заявлений по местонахождению. С 25 февраля открылись все избирательные участки. Всего их в районе 35. Проходит досрочное голосование в труднодоступных местностях для выхтовиков, геологов, буровиков, работников гидропостов и так далее. Досрочное голосование планируют закончить раньше срока. Не 17-го, а 12-го или даже 13-го марта. Это связано со сменой вахты. Нет смысла лететь сегодня, чтобы люди, допустим, проголосовали досрочно, а 15-го, они 12-го меняются. Они приедут и могут проголосовать непосредственно на своих избирательных участках по месту регистрации. А вновь те, которые заедут, они будут лишены этой возможности. Поэтому работаем, отрабатываем, подстраиваемся, так сказать, под графики именно смены вахт. Создание территории опережающего развития Южной Якутии, наращивание объемов производства угольной промышленности уже начинает сказываться на доходах бюджета Нью-Ренгринского района. Об этом в программе «Актуальное интервью» нашего телеканала заявил председатель районного совета депутатов Валерий Селин. По его словам, льготы по налогам на землю, предоставленные районным недропользователям, летом прошлого года уже начинают возвращаться в виде доходов от производства. Кроме этого, создание торг имеет еще и мультипликативный эффект. В районе активизировалась и деятельность малого и среднего бизнеса. Поступление в наш бюджет, это основное, НДФЛ, тоже увеличилось. На сегодняшний день у нас собственных доходов по 2017 году было исполнено 962 миллиона. Плановый период, буквально я приехал, 27-го мы проводили сессию. Бюджет у нас там, корректировка, у нас прошло на 2018 год 986 миллионов рублей, это собственных доходов, и неналоговых 68 миллионов. То есть идет тенденция к увеличению. И мы понимаем, что наш малый и средний бизнес, он тоже начнет больше платить налогов. Поэтому только плюсы. Сегодня отчет правительства заслужили жители Тулагина-Кельдиамского наслега. Рабочую группу здесь возглавил министр сельского хозяйства и продовольственной политики Петр Алексеев. О том, что волнует население, рассказывает Дмитрий Тымыров. В прошлом году жители наслега волновали вопросы ремонта сельского дома культуры. Сегодня этот вопрос уже не актуален, так как благодаря работе правительства на сегодня в трех населенных пунктах Тулагина-Кельдиамского наслега произведены капитальные ремонты домов культур. Также у них была обновлена материально-техническая база. В трех населенных пунктах это, значит, в селе Капитоновка клуб, клуб в Кельдиамцах и клуб вот этот, в котором мы находимся. Они получили, значит, скамейки и зрительные кресла, получается, для зрительного зала. Тоже оснащены по программе текущего ремонта, получается, и приобретения звукового и сценического оборудования. Отчет правительства проходила в одном из них – в обновленном здании Дома культуры Тесюльге. С прошлого года у нас проходило с августа месяца капитальный ремонт Центра культуры и досуга. Поменяли полностью потолок, потолочные работы были, настил полов, и потом стены тоже капитальные поменяли. И теперь у нас получается, что новое световое, электричество все поменялось, теперь очень у нас светло, красиво. Сегодня стоит вопрос, связанный со зданием участковой больницы. Как отмечают жители села Тулагина, здание больницы устарело. А также по селе распространились слухи о том, что в ближайшее время больницу, возможно, даже закроют. Жителей волнует вопрос, как они будут лечиться и куда будут обращаться, если вдруг будут экстренные ситуации. На сегодняшний день у нас участковая больница уже закрывается. Написали предписание, что через сколько-то дней оно должно закрыться. Тогда как нам быть, селянам? Вот я, например, сама недавно вышла из больницы, у меня был, значит, крис, ну, давление выскочило. И скорая помощь мне предлагает вас везти в город. Я отказалась, потому что в городе меня невозможно. У руки-ноги двигаются, а давление высокое. А домой ехать обратно уже я не смогу. Рабочая группа правительства успокоила население. Закрытия участковой больницы не будет. Конечно, прекрасно знаем про ваши папы в Кельдянцах, про вашу участковую больницу, которые все равно будут работать. По вопросу строительства нового здания участковой больницы порекомендовали администрации Наслега подать заявку. Пока вашего объекта в госпрограмме нету, и, насколько я знаю, в проекте документации тоже, получается, нет. Поэтому нужно будет администрации муниципального образования отработать с Министерством здравоохранения по данному вопросу и представлять заявку в Министерстве экономики. В целом отчет правительства и исполнительных органов государственной власти республики жители Наслега приняли. По некоторым вопросам рабочая группа встретилась с населением лично. А правительственная группа во главе с вице-премьером Михаилом Гуляевым сегодня с отчетом выступила в Хатасах. После доклада о социально-экономическом развитии за прошлый год население высказалось о наиболее наболевших проблемах. Их волнуют вопросы газификации в селе Хатасах, ремонта и освещения прилегающей автодороги республиканского значения, асфальтирование дороги внутри села и многое другое. В частности, в старой и новой табаге проведение высокоскоростного интернета. В старой табаге проводной интернет отсутствует полностью. В новой табаге только процентов 20, наверное, людей имеют доступ к интернету. И есть ли в планах табага? Если нет, большая просьба включить. Планируем по беспроводному широкополосному доступу там доставить интернет. И вот этим самым, вот как пригороде и так далее, будем в этом году добиваться того, чтобы у вас интернет был. Старой табаге и по новой табаге также вот как там тоже часть абонентов уже имеет через АТСЛ интернет. То же самое просьба вот через главу администрации собрать как можно больше заявок на подключение к интернету. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее в эфире «Якутия-24». Долг за электричество, миллион рублей, энергетики и судебные приставы вынуждены прибегать к крайней мере. Выезд на материк теперь необязателен. В Мирненской ЦРБ осваивают новые технологии. Стройки к играм народов Якутии. АМГА готовится к главному спортивному событию года. В эфире «Якутия-24» и мы продолжаем наш выпуск. Минимальный размер оплаты труда вырастет. Показатель поднимется с 9 тысяч рублей до 11 тысяч 163 рублей. Совет Федерации одобрил предложенный президентом закон. Его рассмотрение прошло в сжатые сроки. С даты внесения в Госдуму до момента одобрения Советом Федерации прошло чуть более месяца. С мая 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Новые нормы затронут порядка трех миллионов человек. Из них более половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Долг за электричество – миллион рублей. Энергетики и судебные приставы вынуждены прибегать к крайней мере – принудительному взысканию задолженности. В совместный рейд отправилась и наша съемочная группа. Первый пункт – частный коттедж по улице Котенко. Здесь долг за свет и тепло превысил 500 тысяч рублей. Хозяина дома не оказалось, только родственники. Потребитель-должник не платил по счетам на протяжении продолжительного времени. Решение суда об уплате долго не исполняет. Хотя уведомления получал регулярно. Однако в этот раз меры более жесткие. Поскольку потребитель в определенный срок не исполнил требования судебного решения об уплате задолженности, сегодня тут же отключили электричество. Дистанционно. С помощью прибора учета РИМ. Останавливается сейчас в данный момент на опорах, ну, для контроля абонентов. Всего лишь нужен мобильный терминал, ну и сам прибор учета, который находится на опоре. Его можно увидеть на столбе. Визуально все видно сразу, что там подключено, как подключено. Нету. Света нету, да? Нету, да. Ну вот, вас отключили дистанционно, без нарушения схемы. Получается, провода ничто там не резались, включить его у вас не получится. Если вы наймете какого-нибудь знакомого электрика, который залезет, то это будет визуально видно. И тогда опять будет штраф за незаконную подключение. А когда включите? Когда уплата долгов будет. Более миллиона рублей долга. Наш следующий должник руководит строительной фирмой. По словам сотрудников, руководитель сейчас в командировке. Для проверки едем к нему домой. Дверь закрыта, никого нет. Уже перед отъездом застаем родственника. Именно ему энергетики передают предупреждение об административной и уголовной ответственности. Если до 12 марта долг не будет оплачен, имущество хозяина фирмы будет арестовано. Взыскание является крайними. ПАО «Якутская энергия» готова пойти на реструктуризацию задолженности и составление соглашения с потребителем, имеющим задолженность. В случае неисполнения соглашения будут также осуществлены принедлительные меры по взысканию задолженности. За 2017 год специалисты «Якутская энергия» взыскали через суды с должников за электро- и теплоэнергию более 700 миллионов рублей. 187 миллионов из них приходится на долю граждан. Саргалана Федорова, Илья Сарамятников, Якутск. Мирненский район должен стать краем не только алмазников, но и энергетиков, нефтяников и газовиков. Об этом на встрече с компаниями-недропользователями заявил глава района Решат Юзмухаметов. В ходе традиционной коллегии обсудили итоги прошедшего года, планы и вопросы, связанные с жизнедеятельностью людей всего района. Это пожароопасность, проведение выборов президента, участие в решении экологических и социальных вопросов. В частности, участники обсудили трудоустройство местных кадров. Обнадеживающе наблюдать за тем, как развивается обучение именно нефтегазовых кадров. То есть все колледжи и МПТИ запустили у себя кафедры для подготовки таких специалистов. Мы с удовольствием оказываем им поддержку в виде практики для студентов. Каждый из этих учебных учреждений уже побывал у нас на месторождении. Мы планируем продолжать помогать воспитывать нефтегазовых профессионалов. И когда они обучатся, мы будем только очень рады, если здесь будут работать местные кадры. В Мирнинском региональном техническом колледже впервые прошел открытый региональный чемпионат WorldSkills в Якутии по компетенциям сварочной технологии и электромонтаж. В Мирнинский региональный технический колледж впервые принял у себя республиканский этап чемпионата WorldSkills. Это самое престижное международное соревнование среди рабочих специальностей, которое славится своими высокими стандартами. В Мирнин съехались участники со всей республики. 18 человек боролись за звание сильнейших в двух компетенциях – электромонтаж и сварочные технологии. Компетенция сварочной технологии – 10 участников на протяжении трех дней будут выполнять конкурсное задание по четырем модулям, которые включают в себя ручную дуговую сварку, механизированную сварку в среде защитных газов сплошной проволокой, порошковой проволокой и аргонодуговую сварку неплавящимся электродом. Конкретно алюминия и нержавеющей стали. Соревнования шли три дня, по итогу которых сварщики должны были изготовить сложную конструкцию под названием «самовар». Сделать его надо было быстро, швы должны были быть чистыми, а главное – герметичными. Каждое изделие проходило тестирование. У электромонтажников были другие задачи. Они работали на специальных стендах, созданных в МРТК по стандарту WorldSkills. И задания у них были ничуть не легче, чем у сварщиков. В первую очередь монтаж, монтаж как кабеленесущих систем, так и потребителей, монтаж управляющих систем. Также участники будут в ходе выполнения конкурсного задания осуществлять программирование систем управления аналогичных системам «Умный дом», а также будут находить неисправности аналогичные тем, которые присутствуют как на промышленных предприятиях, так и в быту. Руководство Мирненского колледжа ежегодно вкладывает десятки миллионов заработанных средств в дополнительную подготовку своих студентов по высшему стандарту. Сварщики МРТК уже давно стали постоянными чемпионами Дальнего Востока. Именно поэтому очередной чемпионат в самой престижной версии WorldSkills решили проводить именно здесь. Не секрет, что Мирненский региональный технический колледж обладает, наверное, самой лучшей базой во всей республике. И логично, что проведение этого чемпионата доверено нам. Кроме этого, мы имеем большой, богатый опыт в подготовке чемпионов из всех ранее проводимых трех чемпионатов по компетенции сварки. Наши студенты всегда занимали первые места. Они успешно выступали на уровне в том числе и Российской Федерации. Для примера можно сказать, что в прошлом году студент колледжа Владислав Внуков занял второе место на национальном чемпионате в городе Краснодаре в компетенции сварочное производство. Итоги чемпионата сложились так. В компетенции сварочной технологии первыми стали ученики Якутского промышленного техникума. Вторыми – студенты Якутского индустриального педагогического колледжа. Третьими – учащиеся МРТК. У электромонтажников лучшие студенты МРТК. Вторые – Якутский техникум. И третье место – у индустриального техникума поселка Светлый. Участники, занявшие первые места, отправятся на дальневосточный этап чемпионата WorldSkills, где будут бороться за попадание в национальный финал конкурса. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Мернинской центральной районной больнице стали делать сложные операции. Для лечения некоторых сложных урологических заболеваний мернинцам не обязательно выезжать на материк. В центральной больнице теперь используют современное оборудование. Оно позволяет помогать пациентам быстро и безболезненно. Это стало возможным благодаря финансовой помощи компании «Алроса», районных властей Минздрава Республики и компании недропользователей. Ивана Филипова оценила новинки медтехники. В Мерном теперь могут проводить более сложные операции урологическим больным. Это стало возможным благодаря приезду высококвалифицированных специалистов. Игорь Хандиров в «Алмазную столицу» приехал по приглашению полтора года назад. За это время вместе с коллегами провел более 30 сложных операций на почках и мочевом пузыре, которые ранее не практиковались в районной больнице. Было внедрено лечение мочекаменной болезни оперативным путем, внебрешенным доступом. Выполнялись операции на почки, опухоли почками удаляли. Выполнялись операции на мочевом пузыре в плане удаления опухоли мочевого пузыря. В планах у руководства центральной больницы открытие урологического отделения. Такие больные проходят лечение в хирургии. Для них отведено всего 6 коек. И этого недостаточно. Чтобы расширить отделение, в больнице закупят новое оборудование. Врачи ожидают, что расширится и спектр проводимых операций. Благодаря современной технике врачи смогут проводить малоинвазивные вмешательства. Вместо полостных разрезов лечить смогут через микропроколы. В 2017 году власти района приобрели медкомплекс «Ангиодин Прокта». Аппарат предназначен для лечения геморроя. Покупка обошлась в 1 миллион рублей. Новинка не простаивает. За 4 месяца с помощью него уже провели 6 операций по современной методике. Человек быстро восстановится. И тем самым ему не требуются перевязки. Боли нету при актодификации после операции. Сразу можно после операции кушать, восстанавливаться. Теперь главная задача – использовать современные технологии максимально эффективно. Ивана Филиппова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Вынесен приговор водителю, сбившему подростков в Усть-Алданском районе. В ходе судебного заседания установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля и на 15-м километре автодороги Барагону из Талданского района сбил сразу нескольких школьников. Пятеро из них получили увечья различной степени тяжести. Один скончался от полученных травм в участковой больнице села Сотинцы. ДТП с летальным исходом произошло и накануне вечером в Мегино-Кангаласском районе. По предварительным данным, между поселком Нижнебестяк и селом Техтюр на 26-м километре автомобильной дороги Колыма 29-летний молодой человек, управляя автомобилем Тойота Такома, совершил наезд на 50-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Со слов водителя, женщина неожиданно выбежала на проезжую часть. Освидетельствование не выявило у водителя факту употребления алкогольных напитков. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В этом году в Амгинском районе пройдут седьмые спортивные игры народов Якутии. Строительство пяти объектов идет согласно графику. Наш корреспондент с подробностями. Так, в районном центре, где будут проходить все основные виды соревнований, строится стадион на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем. Многофункциональный спортивный зал идет реконструкция ипподрома. В селе Чапчелган строится спортивный зал и в селе Бетюн будет построен спортивный зал по адаптивным видам спорта. На сегодняшний день в самом большом объекте стадиона ведутся работы по монтажу трибун. С начала 2018 года у нас сейчас идет монтаж каркаса трибуны. В этом году мы уже из 270 тонн приняли на объект 280 тонн. Из них смонтировали уже 235 тонн. То есть это колонны трибуны, балки трибуны, стеновые фахверки. И сейчас вот ведем в данный момент монтаж сидячих мест. То есть это уже места, где будут располагаться люди. В марте месяце мы уже закончим полностью монтаж всей трибуны. Завершены работу по бетонированию, многофункционально-спортивного зала, сборы сэндвич-панелей и возведению стен. Теперь на объекте начинается работа по монтажу кровли здания. С 15 марта на объекте будут дополнительно привлечены бригады. На входной группе работают шесть человек. Электриков работает трое. Сантехников работает трое. Ведутся работы по теплосетям. Тоже, в общем-то, именно по графику все идет. В селе Чапчелган строится спортивный зал, который возводится по линии Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. В прошлом году по контракту выполнены работы нулевого цикла. Впервые в рамках седьмых спортивных игр будут проводиться соревнования по адаптивным видам спорта. Специально для этих соревнований в селе Бетёнь будет построен спортивный зал для занятий адаптивными видами спорта. На сегодняшний день проектные работы закончены. Ждем заключения госэкспертизы и потом объявления аукциона. Планируется до конца июля закончить все работы, строительные монтажные работы. Таким образом, все объекты должны быть сданы в эксплуатацию 20 июля 2018 года. На сегодняшний день отставания от графика не наблюдается. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, АМГА. Далее эфир нашего телеканала продолжит Светлана Балеева с главными событиями уходящего дня в Ленском районе. Ну а я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами на Якутие 24. Удачи вам. Добрый вечер, Республика. В Ленске управляющие компании заканчивают работу по очистке крыш от снега. Наша съемочная группа стала очевидцем, как рабочие сбрасывают снег с кровель, предварительно оградив зоны возле них. Эти работы происходили сразу на нескольких домах. О том, как они происходят в масштабах жилищного фонда компании Грандсервис, мы спросили у главного инженера, управляющего компанией Дмитрия Маслова, который нам пояснил, что все силы сконцентрированы на уборке потенциально опасных крыш, где налить много снежных шапок и сосулек. В очистке снега с крыш задействовано 4 человека и один мини-погрузчик. Он сразу вывозит снег с тротуарных дорожек. До конца недели планируется полностью очистить все кровли от снега. Персональная выставка в 12 лет. Большое достижение для юной художницы. Олеся Дробышева, ученица 6 класса 4 школы, уже второй раз представляет авторскую выставку. Названа она «Твори, созерцая прекрасное». Выставка состоялась в Центральной библиотеке города Ленска. Было представлено более 20 работ. Как вспоминает сама девочка, рисовать она начала, как только научилась держать ручку в руках. На первой работе это было примерно 3 года, ну она уже была более-менее. Это были березы нарисованные, мы ее не нашли, к сожалению. У меня бабушка рисует, ну художник, мама, тетя рисуют. Выставку посетили одноклассники Олеси. Они поздравили девочку с успехом, пожелали творческого развития. Посетители, в свою очередь, отметили своеобразный чуткий стиль. А художника, каждая картина рассказывает свою историю, наполненную радостью и детством, но в то же время и мудрой философией. Олеся учительница всех районных республиканских международных выставок. Так, работы девочки на данный момент выставлены на одной из выставок в Париже. В этом году Центру занятости предстоит большая работа, так как задача поставлена серьезная. Трудоустроено должно быть как можно больше линчан. Необходимо сделать все, чтобы местные жители получали рабочие места и достойную заработную плату. Я хочу отметить управление «Алмадор Транс», «Речпорт», в частности, почти, не почти, а все 100%, которых мы направляем на обучение, они трудоустраивают. С завтрашнего дня все выходные в Ленске в спортивном зале «Карат» будет проходить открытая первенство района по боксу памяти тренеров Николая Габагоева и Сергея Хромцова. Торжественное открытие состоится в пятницу. В этот же день пройдут предварительные бои. В субботу запланированы полуфинальные бои. Финальные награждения пройдут в воскресенье. Такие события происходили и ожидают нас на этой неделе. У меня на этом все. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok